Молодец, Иришка, там туда-сюда. Они говорят, ну ты кровожадная, конечно. В Таджикистане приняли меры, потому что все подуспокоится, тогда меня и могут мочкануть. Привет всем, меня зовут Вадим Тихомиров, и вы уже точно знаете, что утром 21 апреля у бойца UFC Ирины Алексеевой случился конфликт с водителем. Вы даже знаете, что это дело было предано огласке, и вы даже знаете, что в Челябинске власти решили депортировать 24-летнего Исламедина. Возможно, вы не знаете, как у Ирины получилось сделать так, что об этом заговорили более-менее все, какие сообщения она получает в своих социальных сетях, ну и на что настраивается прямо сейчас. Именно поэтому я решил обсудить с Ириной Алексеевой те детали, которые немного остались в тени, и надеюсь, что это интервью получилось чуть-чуть интересным. Можете подписаться на мой телеграм-канал, там есть более спортивные вещи о смешанных единоборствах, ну и буду рад, если вы что-то напишите в комментариях под этим видео. И можно даже за скобками чуть оставить эмоции, а вот расскажите по итогу, как для вас прошел сегодняшний день вообще? Сегодня мой день начался с того, что я прилетела из Москвы в Челябинск, буквально там на день ездила по делам. Я планировала до девяти, там до десяти поспать, так как я дома оказалась с полседьмого, и поехать писать заявление на мигранта, который на меня напал. Я просыпаюсь от телефона, потому что мне звонит полиция и говорят, Ирина, мы задержали вашего, который вас оскорбил, он на данный момент находится в участке, приезжайте, дадите объяснение, затем он будет извиняться перед вами, так как он уже это делает на камеру, и если вы захотите лично, мы его приведем, и он еще извинится лично. Далее поедем в следственный комитет, и там вы будете давать на него показания. Ну, что так и вышло, я, получается, с подругой, мы вместе поехали, она соседка у меня с нижнего этажа, мы вместе поехали с ней, его когда завели, он извинялся вообще максимально, ну, не искренне, даже с улыбкой, полицейский его подправил, говорит, ну ты что, говорит, что за улыбка, давай нормально, типа, извиняйся. Он не смотрел мне в глаза, потому что когда, ну, искренне извиняешься, да, перед человеком, ты ему смотришь в глаза, когда ты прямо раскаиваешься, а он куда-то, я не знаю, в какие-то небеса смотрел, не мог, вот, проведет на меня взгляд и уводит, потому что, ну, все, человек понял, что назад дороги нет, и когда я ему говорила, говорю, ты зря со мной связался, я, говорю, это просто так не оставлю, он мне здесь вообще без разницы, с кем я связался, ну, вот всякие такие, типа, пух на себя чисто накидывал лишний раз, но он еще, когда, кстати, на камеру извинялся, сказали, что он, только раза с пятого это записали, потому что он резко забыл русский язык, вот, живет он здесь с марта месяца, всего 8, сколько, всего месяц с марта месяца, да, живет, и он вообще 99-го года рождения, что на вид вообще не скажешь, и, соответственно, он, по всей видимости, никогда не видел девчонок в шортах и поехал с такой скоростью на нас, хотя, ну, стоял просто там, я не знаю, что-то ждал, развернулся на камерах, там, соседи уже другие сказали, голосовой записали, посмотрели, что он стоял у шлагбаума, увидел, как вы поехали, развернулся и резко втопил на вас. Интересно, как эта ситуация развивалась, то есть я это увидел в телеграм-канале Многонационал, а вот вы когда впервые поняли, что эта ситуация стала публичной, то есть вы скидывали это видео, или вы уже сами про себя увидели эту новость в телеграме? Это Реодновка, по-моему, опубликовала, Реодновка, да, там 2,5 миллиона подписчиков, и все, и пошла, поехала, движуха дальше, вообще прям нормальная такая. Я была как раз в аэропорту, мне ММА Мета позвонили, также ММА Вестник сразу, тоже договорились об интервью, так как у меня уже посадка скоро была, я не могла дать, но я бы дала и там, если бы мне, ну, интервью, если бы время было. Вот, потом, пока я уже доехала до дома, 2 часа буквально прошло, там просто я прилетаю, мне там эта подруга скидывает, там капец, все разлетелось. Я довольна, у нас сегодня же был суд, и его депортируют, все, это уже 100%, ему там небольшой штраф, но даже если бы он нулевой был штраф, главное, это не штраф, главное, что это животное просто не будет больше в нашей стране обижать беззащитных людей, это просто ничтожество, его по-другому никак, даже вот я сказала животное, забираю свои слова назад. Извиняемся перед животными, да, мы с вами. Да, извиняемся перед животными, они слишком священны, чтобы его сравнивать с этими, блин, крутыми вообще существами. Вы, как бы, с ним, когда ваш конфликт закончился, в принципе, не думали, да, что из этого резонанса получится вопрос, поехали дальше по своим делам, или там вы куда-то там видео с ним? Да, конечно, я все, у меня сразу, я начала, я, во-первых, я в стрессе и в шоке, я такая думаю, так, что делать, что делать, что делать, что делать, там у меня 200 мыслей сразу, у меня кудри чуть не распрямились от того, что я начала очень много думать. Я там, один вариант, другой вариант, в интернете набираем там ГИБДД, он, во-первых, там двойную сплошную, вот так все пересек, ему там ничто же не писано, наши законы, ему вообще насрать на них. И у него, кстати, нет прав, машина не его, машина его дяди, он на ней таксовал, вот, прописка у него здесь, миграционная карта липовая, эта девушка, которая ему сделала, она тоже за эту уголовку на нее заведут. Я почему-то, когда еду в Дагестан, я там не хожу в шортиках и маечках, несмотря на вообще там 40-градусную жару, я этим летом там была, хоть один бы человек сказал, что как-то там я как-то вышла, я всегда до локтей хотя бы там, ну, брючки, штанишки, что-то все одевала. В итоге вот от этого конфликта до, там, телеграм-канала на 2 миллиона подписчиков, какой путь проделала видео? То есть вы куда-то написали, или там написали в чат какой-то, может быть, соседский? Как вот дальше? Это секрет, это секрет, инфоплатная. А, ну понятно. Нет, на самом деле, да, у нас, знаете как, меня вот очень взбесил один такой момент, когда 21-го числа опубликовала все вот эти видео в сторисах, как я с ним конфликтовала, ругались мы, отметила там некоторые тоже там социальные вот эти вот страницы, репостнула там только несколько, остальные посмотрели, лайк что-то поставили. И я бы лично как, если бы увидела там, на кого я подписана, что такая серьезная ситуация, я бы вообще сделала снимок с экрана, да, и себе это закинула, и еще бы поотмечала кого-нибудь, потому что я в тот момент сижу, думаю, кого отметить, кого отметить, голова вообще не соображает, кого что отметить. И людям нашим было безразлично. Мне даже некоторые сказали, ой, как ты умудряешься всегда в такие ситуации попадать? В какие-то такие ситуации? Я что, каждый день ругаюсь с мигрантами? Что, вообще что ли, не в себе? Я вообще просто в шоке от этого, реально. Начали люди совершенно, с которыми я не так давно знакома, скидывать мне паблики русские, там, северные, славянские, чтобы у этой общины попросить какую-либо помощь. Я, получается, так как я была в командировке на один день, я это все скидывала подруге, она делала туда запросы. В некоторые челябинские паблики она сделала запросы на выставление инфы. Они сказали, спасибо, мы подумаем. А сегодня они, когда уже профукали момент и вспышку, да, они даже без подумаем это все приняли ее запросы. Один вообще мужик, короче, там, предложил, один вот из первых, я не знаю, кому он там писал, она говорит, он говорит, типа, давай, приезжайте ко мне, там, обговорим туда-сюда. Я такая думаю, в смысле, что здесь обговаривать? Говорю, давай другие паблики ищи. Он просто может бабок, еще что-нибудь хочет, там, чтобы... Да, ну, это вообще как бы, ну, не норм. Причем это какая-то там община одна из таких. А на чем для вас вообще вот конфликт закончен? То есть я посмотрел все эти видео, просто интересно, вот какие ваши с ним последние слова были друг к другу? Я ему сказала, задала вопрос, ты тупой? А он мне говорит, ты мужик или баба? Вот на этом закончилось. Я когда ему постоянно один тот же вопрос задавала, он уже вот так отвернулся, газанул, поехал, развернулся там через сплошные, и все. И потом мы пошли там в другую сторону, а он уже там развернулся, едет опять в нашу сторону, что-то сигналит нам. Я ему еще когда говорила, типа, ты что это? Ты, говорю, не знаешь, с кем ты связался. Мне еще плевать, с кем я связался. Вот там, наверное, сейчас плюет, с кем я связался. Девять месяцев назад мы с вами записывали интервью про девушку, которой нахамил мигрант. И вы тогда сказали, что на ее месте там могли бы даже втащить ему. Я примерно понимаю ответ, просто озвучьте его вы, почему вы сейчас не втащили человека, который вышел из такси, из машины. Он же ей тогда первый втащил. Да, он толкнул ее именно, а здесь... Но, но, я вдала ответочку, я тогда так и сказала. Здесь меня никто не ударил, и я ей, соответственно, никогда не дала ответочку. Все, вот мне как раз было... Но это было очень тяжело это сделать вообще. Прямо у меня чесались уже, я вся дрожала там. У меня, короче, вот я стою, а у меня вот так вот просто, меня колбасит, но при этом у меня это работает, голова очень хорошо. И я продолжаю говорить, но дрожащим голосом, конечно, не из-за того, что я его боюсь, а из-за того, что я стресс хапнула. Просто, опять же, вы тогда же говорили, что в целом там все равно мужчины могут быть физически сильнее, и там вы, в принципе, единоборствами занимаетесь, не для того, чтобы на улице кому-то что-то доказывать. А вот в этот момент, когда вы понимаете, что есть конфликт, а насколько вы представляете себе, что придется подраться, например, или придется что-то применить из навыков? Вот как вы там для себя это видите? Я думала сейчас, если он выйдет, ну, типа, мне втащит, я просто буду его до последнего бить, пока он там сознание не потеряет, я бы там задушить, еще чего-нибудь, и просто людей бы там позвала, подруга была бы на помощь, и все, как-нибудь, не знаю, руки бы ему заломали. Ну, пришлось бы, что смогла бы, ну, опять же, нужно не забывать, что такие уличные драки, они как лотерея, из-под жопы прилетит, можно и самой рухнуть. Но в целом, если бы он, не дай бог, пошел на вас толкаться, вы как бы ментально готовы были подраться? Да-да, конечно, без проблем вообще. Как считаете, вот, какие аргументы приводит милиция, что человек, который сказал, у нас перед девушками не извиняются, спустя двое суток, я посчитал, 49 часов прошло, уже был готов извиниться? Да потому что они очкошники. Они вот, он увидел, он хоть меня и спрашивал, типа, мужик я или баба, да, но он видел прекрасно, что я баба, он не, ну, как бы это, не пытался даже, как, ну, он, короче, видел прекрасно, что я вообще девчонка, да, он просто, ну, нашел до чего докопаться, он, вот, он, либо он реально тупой, вот и все. Поэтому он на очко свое подсел, очканул конкретно, и поэтому он там и извинялся тому, что он испугался. Довольны ли вы сейчас вообще итогами всей ситуации? Знаете, честно, я очень вообще в шоке, что так все быстро произошло, и я безумно этому рада, что наш следственный комитет МВД, там, наши паблики, все распространили, не остались в сторонке, да, как 21-го, когда я в сторис выложила, многие вообще посмотрели и типа пофигу, вот. Ну, посмотрели и посмотрели там, типа, опять у нее там какие-то там движухи, да, и остались равнодушными. А совершенно чужие люди там посмотрели, где-то репостнули, увидели, а мне просто позвонили, нашли мои номера телефона, не знаю как, но они это сделали, и я вот вместе, совместными усилиями, мы этого добились. От очень опасного человека избавили, по факту, вот, по крайней мере, в нашем ДВК, где он там прописан, много людей, ведь он мог на кого-то реально сорваться, и могло бы быть еще хуже. Конечно, не без помощи людей, но все же, мы же это не постеснялись озвучить, я там не постеснялась выложить видос, как я, кто-нибудь меня вообще слышал с дрожащим голосом, я вечно там, типа, уверенная, да, все, а там, эээ, ты же че? А вот сегодня вы сказали, что 6 часов провели в Следственном комитете, показания давали или вообще почему так долго? Да, я показания давала, там же, знаете, как сначала давала объяснение в МВД, потом мы поехали в Следственном комитете, это все вместе так происходило, у него брали показания, он извинялся, ждали там, а еще показания же нужно занести на печать, и там девушка, я говорю, она напечатает, я говорю, она напечатает. И вот в итоге ваше свободное время сегодня со скольки начало, то есть сколько вам пришлось потратить времени, чтобы довести до какого-то финала? Ну я часов 6, где-то пол 7 была в шиномонтажке, там просто тоже долго все было, но, кстати, мы здесь все, нас узнают, просто, да, мы сидим покушать, а чувак вот так смотрит этот телегу и такое, и рядом со мной сидит, это не вы, а можно я с вами схватываюсь, потом колеса меняю, мужики просто-таки что-то стоят, я вижу, все, они узнали, они сначала, не чтобы так подойти, да, там 3 метра до тачки, они взяли свой Мерс и прям вот так ко мне подъехали, и типа, молодец, Иришка, там, туда-сюда, там, ну, что не промолчала, потом женщина тоже, мы там стояли, когда уже нам меняли колеса, она тоже такая, это вы, я вас видела, вы молодцы, но мне тоже нужна помощь, у меня тоже есть конфликт. Решение о депортации, как вас о нем уведомили? То есть вам прям сказали прямым текстом или вы там, может, случайно даже об этом узнали, как в итоге это стало известно для вас? Нет, я связалась со следователем, чтобы узнать, что и как процесс, и я хотела узнать, когда будет суд, чтобы прийти и послушать это все, прийти там на депортацию, он мне сказал, суд говорит, вот, ну, должен был быть завтра, но они его сделали на сегодня, вот, и уже на днях, либо завтра уже будет депортация, я говорю, можно я приду на депортацию, хочу снять видео, как его депортируют, они говорят, ну, ты кровожадная, конечно, я говорю, нет, не кровожадная, я говорю, ну, просто человек заслуживает, я же огласила это все, и наверняка людям захочется увидеть, как он все-таки уезжает отсюда, как его поправляют, он говорит, ну, этим уже будут судебные приставы заниматься, как бы не мы, поэтому, вот, ну, я, в принципе, доволен тем, что есть, кроме того, что, единственное бы хотелось добавить, чтобы в Таджикистане приняли меры, потому что, чтобы весь таджикский народ и сама страна поняли, кто к ним возвращается, чувак, который позорит всю их нацию, и приняли меры. Была ли какая-то негативная реакция для вас? Вот прям, не просто где-то какие-то комментарии, а вот что-то вы читали неприятное в свой адрес? Нет, не было. Даже ребята там и таджики писали, что, ну, некоторые из них же меня знают, они говорят, ну, мы были удивлены твоему спокойствию, как ты разговаривала, и мы-то тебя знаем, ты бы могла и башню ему открутить, но ты предпочла говорить. Ты молодец там, туда-сюда, а вот он это реально позорит нас, говорит, сейчас такая сложная ситуация в стране, а теперь вот это так сильно разлетелось, а реально из-за него будут на нас кос смотреть, и даже в закрытом паблике есть переселенцы в Челябинск, там это скинули, и там по-таджикски написано, я вчера в сторис это скинула, ну, типа, может кто перевести, и там как раз-таки они его осуждают, его поступок, все ребята из Таджикистана. Но я вам скажу, знаете что, вот нормальный человек, зная, что я могу раскрутить в медиа, Таджику, он мне не будет писать угрозы, он же молча подойдет и сделает. И как вы сейчас? Вы же понимаете, я тоже это понимаю, поэтому, ну, не знаю, мне посоветовали, типа, перцовый баллончик там взять, какую-нибудь такую шляпу, ну, я не знаю, честно говоря, по факту будем ориентироваться, и меня следователи сказали, если какая-либо помощь нужна будет там. Вот я приехала вчера в аэропорт, с аэропорта, попросила подругу встретить, ну, на всякий случай, да. И она, получается, все, подъехала, а я иду мимо там, таксистов много, и один просто вот так вот, аж из машины чуть не вылез, он меня узнал. Я это видела прям, реально, он в офиге вообще конкретном, и благо у него там пассажир был, так, может быть, и вышел. Не знаю, там, может быть, это, просто что-нибудь спросила, а может быть, вряд ли бы, конечно, с наездом. Прошло всего лишь несколько часов, то есть меня уже узнал таксист по приезду, понимаете, да. Вот, она меня встретила, все, мы поехали, и я понимаю, что такие обычно козни плохие, они делаются втихаря. И как бы, ну, я следователям сказала, говорю, ну, а если что-то там кипишь какой-то, еще что-то там будет мне угрожать жизни, они говорят, ну, если что, там, с аэропорта встретить, не встретить, там, ну, что-то нам говорит, а мы поможем тебе. Поэтому сейчас я буду пока временно, ну, начеку вдвойне. Но это, я думаю, что можно месяц где-то булочки-то расслабить, а когда, типа, все подуспокоится, тогда меня могут мочкануть. Все равно, в любом случае же есть же и плохие, и хорошие, поэтому нужно будет через месяц где-то, когда все утихнет уже, вот эта ситуация, да, в социальном пространстве, там уже нужно будет быть вдвойне ночью. Здесь же как будто напрашивается все-таки уже спортивный вопрос, а не получится ли, что как раз через месяц у вас случится бой, можно будет ехать на подготовку? Нет, нет, я пока по здоровью лечусь, поэтому я пока не могу поступать, да. Ну, в июне у меня следующее УЗИ, там посмотрим. Я сейчас просто была на проекте, на ТНТ, снималась в шоу, которое выйдет в мае, вот, и после проекта приехала тренироваться, ну, все обратно, то есть я до проекта тренировала, но как бы аккуратно, чтобы хуже мне не было, но как бы хорошо все там было, шло там, технику вот так вот, все набирала, физуху, но не переусердствовала. Хотелось бы, да, конечно, куда-нибудь на сборы поехать, но я не знаю, думаю, Денису Лебедеву написать по боксу куда-нибудь, загонять чисто так, чисто боксерские лежухи поделать.